12 августа в России отметили День физкультурника. Праздник объединяет спортсменов, тренеров, преподавателей, сотрудников спортивных учреждений и организаторов физкультурно-массовой работы, а также абсолютно всех сторонников здорового образа жизни. Праздничные мероприятия в честь этой даты прошли и в Тверской области. Накануне праздника в торжественной обстановке в киноконцертном зале «Панорама» представителям спортивной сферы Верхневолжья были вручены награды губернатора Тверской области. То, что спорт и физкультура должны иметь место быть в досуге каждого человека, уверены как рядовые адепты здорового образа жизни, так и профессиональные спортсмены. Ведь занятия спортом, будь то легкая атлетика, футбол, дзюдо или еще что, закаляют человека не только физически, но и морально, уверен именитый спортсмен Богдан Пищальников. Спорт, если его обобщать, это инструмент. Инструмент для достижения очень многих целей. Это и здоровье, это и физическое состояние, это и формирование характера. Спорт формирует навыки, дисциплины, режима. Помогают в спортивном развитии и детям, и взрослым тренеры-наставники-инструкторы. В честь Дня физкультурника, который отмечается в России 12 августа лучшим специалистом, спортивной сферы в торжественной обстановке вручены региональные награды. Благодарность губернатора Тверской области объявлена спортивному инструктору вайдарочнице Яне Васильевой. Спорт, признается девушка, открыл ей путь к успеху. Он дал мне цель жизни, он дал мне смысл и продвижение. Приятно, что я делаю это не только для себя, а еще кому-то это тоже нравится. На торжественной церемонии были вручены благодарственные письма главного федерального инспектора за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе. Была отмечена большая работа тверских тренеров. Вы огромное количество людей делайте счастливыми. Делайте счастливыми по право этим здоровья. Делайте их счастливыми, выигрывая те или иные старты. А самое главное, вы учите детей быть сильным, крепким, здоровым, патриотичным. Потому что спорт учит обязательно быть физкультурой, соответственно, быть людьми, которые всегда защищают славу. Кроме того, нашли своих обладателей золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Один из таких получил воспитанник спортивной школы «Олимп». Спорт мне дал крепкий характер, стрессоустойчивый. На всех соревнованиях, на стартах ты все равно нервничаешь, переживаешь. То есть в некоторых жизненных моментах эту нервозность можно как-нибудь побороть и посмотреть на ситуацию более холодной головой. Особое внимание правительствам области уделяется массовому спорту и развитию спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день по количеству спортплощадок, площадок для сдачи ГТО и школьных стадионов в Верхневолжье входит в число лидеров ЦФО. Слова поздравлений от губернатора с Днем физкультурника зачитал заместитель председателя правительства Владислав Белорусов. В Верхневолжье гордится именами прославленных атлетов, чьи победы стали достоянием всего нашего Отечества. Важно, что сегодня вы приумножаете эти выдающиеся традиции, продолжаете подвижнически трудиться во имя отечественного спорта, воспитывая новое поколение чемпионов, приобщая все больше жителей Тверского региона к активному образу жизни. Эта работа дает достойный результат. По итогам 2022 года более половины населения Верхневолжья систематически занимается физической культурой и спортом. Были вручены и другие грамоты и награды лучшим представителям спортивной отрасли региона. Напомним, что День физкультурника проводится ежегодно во вторую субботу августа. Он отмечается с 1939 года и объединяет всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и просто приверженцев активного образа жизни. Продолжение следует...